Тронный зал монаршей резиденции — это сосредоточие огромного количества коннотаций, которые связаны с дискурсом власти и с идеей власти. Оказывается, что на очень небольшом пространстве у вас очень зримо есть представление о том, что власть думает о себе и что она готова рассказать. Если вы изучаете такие пространства на относительно длинной хронологии, то есть на протяжении нескольких столетий, как это пространство развивалось, то вы можете обнаружить очень интересные сюжеты. С одной стороны, конечно, есть масса нюансов, которые изменились, но с другой стороны вы можете увидеть какие-то позиции, которые остались неизменными на протяжении столетий и которые совершенно не претерпели изменений безотносительно к радикальной смене политического режима или изменений культурно-исторических позиций. Главным тронным залом Московского царства являлась Грановитая палата Московского Кремля. Это сооружение XV века — это все, что сохранилось от огромного дворца Ивана III в Кремле. На наше счастье это сооружение сохранилось, можно посмотреть на него. Внешне увидеть его достаточно легко — можно просто прийти на Соборную площадь Московского Кремля и увидеть это очень интересное, очень выразительное фасадо здание, которое стоит восточным фасадом на Соборной площадь и находится в двух шагах от Успенского собора. Но, к сожалению, увидеть его внутри несколько сложнее, поскольку этот зал до сих пор используется как часть президентских апартаментов, поэтому здесь по-прежнему проходят разного рода банкеты, посольские завтраки довольно часто, и внутри его увидеть сложнее. Грановитая палата была не единственным тронным залом Московского царства. По подсчетам историков, только в Московском Кремле существовало порядка четырех тронных залов. Существовали тронные залы, конечно же, и в загородных дворцах, например, в Коломенском известный тронный зал. Но именно Грановитая палата на момент XVI-XVII веков становится такой абсолютной точкой власти. В Грановитой палате проходят земские соборы, проходят приемы послов, проходят банкеты разного рода. Это помещение для своего периода считалось исключительно большим и исключительно светлым. Но если вы сейчас посмотрите на то, что происходит внутри, на то, как организовано пространство внутри этого зала, то ваше зрительное восприятие, которое прошло через фильтр нескольких культурных эпох, возможно, ощутит некоторый дискомфорт. Дело в том, что это квадратное сводчатое помещение, центр которого занимает столб. Этот столб имеет абсолютно функциональное назначение. Он, собственно, держит своды Грановитой палаты, поскольку палата создана по образцу трапезных палат вообще. Но когда вы заходите внутрь этого помещения, то первое, что вы видите, этот столб, и вам кажется, что пространство как-то распадается. Не совсем понятно, как было организовано, в том числе и властные контексты внутри этого пространства. Источники, которые у нас сохранились, например, книга об избрании Михаила Федоровича на царство, показывают то, как пространство функционировало, как оно функционировало применительно к властным контекстам. Дело в том, что царский трон находился здесь у восточной стены, то есть царь сидел спиной к восточной стене. Более того, трон находился фактически в юго-восточном углу, и это очень похоже на расположение того, что в традиционном русском доме называется «красным углом». То есть это место, где располагались иконы, место, где находился стол и место, которое было ассоциативно соотнесено, конечно, с алтарем православного храма, с иконами, с престолом православным. Более того, именно эта зона пространства воспринималась как исключительно мужская, потому что, как правило, в традиционном русском доме это было место, которое находилось на противоположной стороне от так называемого печного угла, который соотносился, соответственно, с зоной женской. Коннотации, связанные с семантикой восточной стороны, были подчеркнуты тем движением, которое внутри этого пространства организовано было. Люди, которые двигались на аудиенцию к царю, заходя в палату, должны были сначала повернуть направо, то есть идти на юг, и потом повернуть налево, то есть двигаться на восток. Таким образом, у вас было движение к солнцу. Известно, что, по крайней мере, с царствования Алексея Михайловича соотношение, сравнение русского царя с солнцем было достаточно устойчивой коннотацией. Плюс, вот это движение направо, а потом налево было принято в русской православной церкви после реформ Никона при обхождении купели, аналоя и церкви как таковой. Кроме того, вы, конечно, знаете, что православные крестятся справа налево. Соответственно, вот здесь все эти коннотации, связанные с сакральностью, были очень активными. Но очень важно посмотреть еще и на то, как обыгрывались, если можно так выразиться, росписи Горновитой палаты в соотношении с пространством власти внутри. Дело в том, что Горновитая палата, все стены и все своды, они действительно покрыты росписями, которые представляют историю Рюриковичей внутри священной истории. И все росписи сходятся фактически к одной точке, которой является вот эта вот зона, в которой находится царь. То есть восточная стена. Царь сидел фактически к одной очень яркой росписи, которая представляла собой первых русских князей, а именно Рюрика Игоря Святослава. То есть он сидел, имея позади предков, то есть опираясь как бы на предков. Если мы попробуем соотнести вот это внутреннее пространство Горновитой палаты с пространством внешним, с пространством соборной площади Московского Кремля, то можно увидеть тоже несколько очень интересных позиций. Если мы представим, как в известном советском фильме, что стены палаты исчезли, то тогда окажется, что царь сидел спиной к Архангельскому собору Московского Кремля, который является некрополем Рюриковичей и первых Романовых, и тоже точкой упокоения, точкой, где находятся предки. То есть как внутри палаты, так и вовне, позади себя у царя его предки. Если мы посмотрим на то, что находилось перед ним, то перед ним находилось все пространство палаты, тайник, в котором находились очень часто во время церемонии царевны и царевичи. Чуть выше и чуть дальше в пространстве это был церемной дворец, то есть перед ним были его потомки. Кроме того, тут интересно соотношение право и лево. По левую руку от царя находился Благовещенский собор, и это домовая церковь царей, а по правую руку от него находился абсолютный церемониальный и сакральный центр, именно Успенский собор. Таким образом это пространство было организовано. То есть, как вы видите, вот эти коннотации династия, вера, они здесь существуют. Но это не единственное, конечно, что можно здесь увидеть. Дело в том, что вообще вот эта вот идея власти, которая заключена внутри короновитой палаты, она несколько шире, чем пространство как таковое, она включает в себя пространство святых сеней. Это небольшое относительно помещение, которое находится перед короновитой палатой. И прежде чем попасть к царю, послы всегда проходили через это небольшое пространство. Оно также покрыто росписями, и росписи здесь посвящены в основном милитарным позициям, посвящены войне и победе. Собственно, главная роспись, которая попадала в поле зрения послов, это была такая гигантская роспись ведения Константину о кресте. Как вы знаете, известный сюжет, когда Константину перед битвой представляется на небе среди бела дня крест и слова «Сим крестом победиши». Соответственно, послы, которые направлялись к русскому царю, имели возможность увидеть вот эту вот идею победы православного воинства и победы над врагами царя. Когда мы переходим к 18 веку, то есть к главным тронным залом на протяжении 18, 19 и начала 20 века является Георгиевский тронный зал Зимнего дворца, который создан был в самом конце XVIII столетия в 1795 году при Екатерине II. Это, безусловно, не единственный тронный зал, который существовал. Конечно, империя производила огромное количество дворцов, в каждом из них так или иначе существовало представительское помещение. Кроме того, конечно, востребованными были и прежние тронные залы. Та же горновитая палата в Москве использовалась достаточно энергично, когда двор находился в древней столице. Однако именно Георгиевский зал стал таким основным, стал той точкой, от которой строится новая традиция представительского пространства. Как вы видите из датировки, империя обрела свой тронный зал далеко не сразу. При Петре I вообще достаточно сложно найти какое-то такое помещение, которое было бы эквивалентом горновитой палаты Московского Кремля. Появлялись все новые и новые зимние и летние дворцы, в каждом из них появлялось представительское пространство, но ни одно из них не стало точкой отчета и не стало началом новой традиции. Только при Екатерине II, как я уже сказала, этот зал был заложен. Он был освящен 26 ноября 1795 года в день Святого Георгия, и поэтому вторым его названием стал Георгиевский зал. Вообще его называли Большой зал, как правило, но Георгиевский закрепился за ним достаточно устойчиво. Внешне, как мне кажется, этот зал реализовывает то ощущение пространства империи, которое есть более или менее у каждого человека, который знаком с историческим контекстом этой эпохи. Он большой и достаточно светлый. Я веду речь здесь не только о декоре этого пространства, но и об окнах, которые находились с двух сторон зала и были двойными, двухуровневыми. Кроме того, этот зал, который несколько вытянут, реализует интуитивно понятную логику движения. Трон, который, конечно, находился в торце одной из стен, больше углового никакого размещения не было реализовано. Движение к монарху, который находился на этом троне, было совершенно логичным. Послы заходили в зал, и у них не было никакой необходимости разворачиваться, поворачиваться, никаких ломаных движений больше не было. Это была динамика линейного пространства абсолютного и развернутого вперед. На первый взгляд, вроде бы, речь идет о том, что пространство перед вами совершенно новое, но на самом деле это просто новый язык, которым власть разговаривает с вами, донося до вас примерно те же коннотации, о которых мы говорили выше. Дело в том, что трон по-прежнему стоит у восточной стены. Более того, если посмотреть на все пространство Зимнего дворца, то вы увидите, что он находится параллельно алтарю Большой церкви. Соответственно, движение к монарху полностью повторяет движение к алтарю Большой церкви Зимнего дворца. А монарх и алтарь буквально расположены в одной зоне дворца. Располагаясь на троне таким образом, императрица или император были расположены по отношению не только к сторонам света, но и к пространству города вообще. Находясь на престоле, император или императрица сидели лицом к адмиралтейству, которое в этом случае, конечно, воплощало мощь русского флота. Позади императрицы или императора в этом случае оказывалась большая зона города, которая была связана так или иначе с образом русского бога Петра Великого. Позади непосредственно располагался Зимний дворец Петра I, несколько правее располагалась Петропавловская крепость с Петропавловским собором, который, в свою очередь, стал новым некрополем династии в новой столице. Окончательно приоритет этого зала складывается в начале XIX века с приходом к власти внуков императрицы Александра I, а затем и Николая I. Дело в том, что именно эти два монарха создали то, что известно нам сейчас, как военная галерея 1812 года. Это была идея Александра, которую Николай впоследствии поддержал после того, как восстанавливал дворец после гигантского пожара 1837 года. Галерея 1812 года, в которой находятся более 300 портретов русских генералов начала XIX века, является своего рода святыми сенями перед входом в Георгиевский тронный зал. Прежде чем попасть в этот зал, все попадают сначала в галерею 1812 года и только потом направляются к монарху. Таким образом, мне кажется, что в целом можно сказать о том, что при переходе от одного исторического этапа к другому историческому этапу, тем не менее прослеживаются три принципиально важные для русской власти позиции, а именно апелляция к вере, апелляция к династии и вот та самая милитарная военная коннотация. Можно назвать ее дискурсом войны, а можно назвать его дискурсом победы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!